Важно помнить, что попытка дачи взятки сотруднику ГИБДД, чтобы избежать административную ответственность, является преступлением и носит серьезные последствия. Это штрафы в крупном размере, а в определенных случаях – вплоть до уголовной ответственности. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Регион-17» в студии Инна Клоян и сегодня в выпуске. Козыре инспекторами ДПС задержан нетрезвый водитель, который пытался дать взятку сотрудникам полиции. В Туе пресечен факт незаконной перевозки алкогольной продукции в крупном размере. Госавтоинспекторы применили табельное оружие в отношении водителя. 2 апреля на трассе Агдавурака База 22-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Лада», не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате происшествия в Барунхемчикске, Мешкожунный медицинский центр доставлены водитель и пассажир – 35-летний житель города Агдавурака с различными травмами. В административной ответственности водитель за нарушение в области ПДД за последние 12 месяцев привлекался два раза. Факт наличия или отсутствия алкоголя в крови у водителя будет установлено по результатам экспертизы. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит следственное отдел МОМВД России Барунхемчикский. 4 апреля на автодороге Р-257 Енисей 22-летний водитель марки «ВАЗ» совершил наезд на животное, которое выбежало на дорогу, а затем повредил и дорожный знак. В результате происшествия в Дзунхемчикске, Мешкожунный медицинский центр доставлена пассажирка – 24-летняя жительница города Агдавурака с различными травмами. Водитель за нарушение в области безопасного дорожного движения за прошлый год к административной ответственности привлекался 27 раз. Проведено свидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения. Результат отрицательный. На момент совершения ДТП в салоне автомобиля находились водитель и четверо пассажиров. В отношении неустановленного собственника лошадей вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Погонщикам животных и скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора, а также перегонять через дорогу в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме скотопрогонов на разных уровнях. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит отделение госавтоинспекции МОМВД России в Дзунхемчикске. Напомним, что в соответствии с главой 25 ПДД РФ погонщикам скота запрещается оставлять на дороге животных без надзора, а также осуществлять перегон через проезжую часть в темное время суток и в условиях недостаточной видимости вне специально отведенных мест. Согласно статье 5.3 КОАП РФ, нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных влечет административную ответственность. Животноводам также следует знать о том, что в подобных случаях, кроме оплаты штрафа за бесконтрольный выпуск скота, следует возместить стоимость ремонта поврежденного в результате ДТП транспортного средства и затраты на лечение пострадавших, если будет установлена вина собственника животных. Региональная госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при подъезде к животным или к предполагаемому месту их возможного выхода на проезжую часть. Необходимо соблюдать скоростной режим, который позволил бы при возникновении опасности предотвратить ДТП. 5 апреля 22-летний водитель марки ВАЗ, двигаясь по автодороге Сарыксеп-Усть-Бюрен, не справился с управлением и допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием авто. В результате происшествия в Кахемскую центральную больницу доставлены водитель и 19-летний пассажир, житель села Сарыксеп, с различными травмами. Установлено, что водитель не имеет водительского удостоверения к административной ответственности за нарушение в области правил дорожного движения за последние 12 месяцев не привлекался. Ремнями безопасности во время происшествия не были пристегнуты. Также приведена свидетельственная водитель на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого установлено состояние опьянения. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит следственный отдел МОМВД России Козылский. 4 апреля в 5 утра инспекторами ГИБДД по улице Калинина была остановлена машина Volkswagen Golf. При проверке документов у 28-летнего жителя Левобережных дач выявили признаки опьянения и отстранили его от управления. Проведенное свидетельствование водителя на состояние опьянения на приборе показало положительный результат. Во время составления административных материалов нарушитель, желая избежать ответственности, предлагал сотрудникам полиции взятку в виде денежных средств в сумме 50 тысяч рублей. Несмотря на то, что инспекторы предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Противоправные действия данного гражданина были зафиксированы и задокументированы. В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, присмотрено статьей 291 Уголовного кодекса Федерации. То есть это дача взятки, транспортное средство помещено на спецстоянку города Козула. В отношении данного водителя составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса преступного нарушения, то есть это управление. Госавтотранспекция напоминает, что связанные со взяткой коррупционные преступления влекут уголовные наказания, которые присмотрены статьями Головного кодекса Российской Федерации. Санкции, которые присматривают денежные штрафы, либо лишение права занимать определенные должности, а также лишение свободы сроком до 15 лет. Напомню, что автопатрули оснащены внутренними и наружными регистраторами, ведущими непрерывную видеозапись. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудникам в зоне действия видеорегистратора. Также записи фиксируются на нагрудные специальные камеры дозора инспекторов ДПС. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела. 5 апреля в 3 часа ночи при несении службы на трассе Кызыл-Эрзин инспекторы ГИБДД с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя подали сигнал об остановке авто марки ВАЗ. Водитель, проигнорировав, начал скрываться, выезжая на встречную полосу, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. С целью оперативного задержания нарушители автопатрули начали преследовать транспортное средство. На неоднократные требования об остановке водитель не реагировал и продолжал двигаться. Госавтоинспекторы продолжили преследование автомобиля. В соответствии с федеральным законом о полиции, инспектор ДПС применил для остановки автомашины табельное оружие. Произвел несколько выстрелов по задним колесам автомобиля. После чего на левобережных дачах водитель остановился. Также в соответствии с федеральным законом о полиции, в отношении водителя была применена физическая сила и надеты наручники. Нарушителем оказался 29-летний житель города Кызыла, не имеющий водительства удостоверения и от которой исходил запах алкоголя. Также установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины был составлен административный протокол за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами. А также составлены три административных материала. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку города Кызыла. 7 апреля госавтоинспекторами на автодороге Кызыл-Сараксе Постановлено авто марки ВАЗ под управлением 37-летнего жителя села Тарахе В ходе досмотра в салоне обнаружена пивная продукция различных торговых марок В количестве 390 бутылок общим объемом около 500 литров При проверке документов на алкогольную продукцию установлено, что пивная продукция не внесена в единую государственно автоматизированную информационную систему Что является нарушением требований федерального закона номер 171 Государственного регулирования производства и оборотов этилового спирта Алкогольный и спирта, содержащий продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции Пивная продукция изъята По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка Для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушению антиалкогольного законодательства Региональная госавтоинспекция информирует граждан о том, что незаконное приобретение, хранение и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции Влечет административную и уголовную ответственность с обязательным изъятием данной продукции За неделю с 1 по 7 апреля в республике зафиксировано 54 ДТП, в которых 6 человек получили ранения Задержан 51 нетрезвый водитель, бесправников 76 Это все события за прошедшую неделю Помните, что пьяный водитель за рулем – причина трагедий на дорогах А на этом у меня все, я с вами прощаюсь До встречи в следующем выпуске программы «Регион-17» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова